Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Еще раз добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 М99.1 FM На нашем веб-сайте RadioNVC.com И конечно же на нашем канале в YouTube Я смотрю у нас там уже Наши друзья из Израиля слушают нас Привет всем Привет всем Ну и конечно же на волне наше радио 10.10 АМ В штате В социалистическом штате Ну видишь, они впереди планеты всей Они уже в социализме, им легче Их переход произошел Итак, вы уже говорили по-моему О приговоре бы вынесено Ну мы начали, мы дотронулись до этой темы Поэтому я Давай ее обсудим немножко подробнее Потому что, во-первых, многие люди не совсем знают, что это О чем это Многие люди не слышали самого приговора, который уже произошел Вот, так что, я думаю Есть смысл Давай, давай Ну, все знают о том, что Пол Менефорт, который был буквально 100 дней Менеджером компании Трампа Был судим Специальным прокурором Малером Началось это все с того, что искали Калужин А так как Калужин не было, ну, перешли на более тяжкие преступления Потому что, кстати, Калужин не являлся преступлением по-любому, даже если бы его нашли Ну и перешли к более тяжким преступлениям, которые В принципе, я вот об этом думал, что если бы даже не было Трампа Вот вообще, ну, не было Трампа Даже если бы при Обаме Начали бы, подняли бы вот эти обвинения в сторону Менефорда Его бы по-любому осудили То есть, он действительно нарушил закон Начнем с этого Он действительно, в первую очередь, не уплатил 6,5 миллионов долларов в налогах Это большое но, но мы все знаем, что произошло с Алькопоном за неуплату налогов Ну и второй очень неприятный момент в его жизни Это то, что он лоббировал от имени иностранных государств Не зарегистрировавшись, как иностранный агент И вот эти два обвинения, которые ему вынесли Его осудили И, в принципе, ему еще, он легко отделался Потому что, каждое из этих обвинений, в принципе, несет Где-то от 10 до 15 лет Судебного, тюремного заключения Но ему повезло Малер все-таки Так Снисходительно к нему отнесся И вместо того, чтобы ему Вменить именно Неуплату налогов Ему вменили Как бы Заговор Или умысел В неуплате налогов Что за собой несет Всего-навсего 5 лет И то же самое Так как он не зарегистрировался Как иностранный агент Ему вменили Не именно вот это А ему вменили Как бы Заговор Или, опять же, намерение Нарушить закон И опять же, 5 лет Короче Ему, в принципе, светило 10 лет Тюремного заключения По двум обвинениям Но Судья, кстати Я очень Удивился Потому что Она действительно Эта женщина Эми Берман Джексон Она действительно Его Ненавидит То есть Она ненавидит Все то, что связано С Дональдом Трампом И она ненавидит Менафорда За все его тяжкие Поэтому Я Как и все другие Думали о том Что ему дадут По самой-самой-самой Верхушке То есть 10 лет Ну Она ему дала Всего-навсего Три с половиной года Что все вместе То есть Первым его Сроком заключения Который ему вынес Вашингтон Там было Четыре Почти четыре Три года И одиннадцать месяцев Или сорок семь Месяцев И тут Три с половиной То есть Ну Кругом бегом Там семь с половиной лет Что в принципе Для человека В возрасте Семидесяти лет Это Серьезный срок Поэтому Я не думаю Что он Так легко Отделался Да Он мог получить Тридцать пять лет И пятьдесят лет Вы же понимаете В принципе Оно бы уже Не имело Никого значения Но Семь с половиной лет Даже при том Что ему может быть Скосят Он должен будет Отсидеть Если я не ошибаюсь Половину может отсидеть Да Половину То есть Ну все равно Свои четыре года Ему придется отсидеть Вот Так что Это то На чем завершили Федеральные Власти Свои суды Все На этом Федералы Больше к нему Претензий не имеют Ну а сейчас Это вообще не значит Что штаты Не могут Предъявить ему Какие-то обвинения Судить его И Так сказать Посадить его Абсолютно Вынести ему Очередной приговор Абсолютно Это нисколько не исключает У нас уже есть звонок Давай попробуем принять Другие Пожалуйста Анатолий Я Я просто не знаю Вот Если Федеральные преступления Трамп его Как говорится Пардон Как на счет Двадцати пяти миллионов Которые вот сейчас Ему сегодня Судья назначила Вы знаете Это хороший вопрос Я честно Не знаю Не хочу Вводить Никого Я не знаю Тоже Потому позвонил Да Я обязательно Узнаю Я поговорю С нашими друзьями Адвокатами И надо будет Конечно Это уточнить Потому что Я В моем представлении Пардон Это полностью Все Это Как говорится Весь Гамус Я не думаю Что Пардон Разделяет Срок заключения От Штрафа Честно Потому что Вы знаете Государствен Никогда не обижает Да Ну я думаю Там В общем я узнаю Обещаю Обязательно И буквально К завтрашнему дню Я вам дам Ответ На этот Вопрос В отношении Штатов Я имею ввиду Штатных Обвинений Ну там Действительно Там 16 Обвинений Я не знаю Опять же Надо всегда Запомнить Одно Обвинение Это еще Не значит Признание Вины То есть Его могут Обвинять В 75 Нарушениях И иногда Бывает так Что там Просто адвокаты Делают Так называемый Плэйдил Ну какой Смысл Человеку В 70 лет Который Уже смотрит На 7 С половиной Лет срока Ну дайте Ему еще 20 Дальше Что Дайте ему Что Пожизненное Заключение За что Ни один Человек Ни один Нормальный Судья Не даст Манафорду Пожизненное Заключение За то Что он Совершил Его даже В Такого Ну в законах Даже нет Понимаете То есть Если собрать Все вместе Все то Что он совершил Ну не тянет Оно На пожизненное Заключение Поэтому Я думаю Что Там Договорятся Следующая Буквально На днях Рассекретили Или Стало Достоянием Гласности Транскрипт Транскрипт Свидетельских Показаний Лисы Пейдж Перед Комитетом Конгресса Да Это очень Интересно Это очень Интересно Самое интересное Если после этого Транскрипта Не сядет Половина Департмента В частности То это будет Большой вопрос Моим друзьям Либерастам Вообще удивительно Когда Дискуссии Происходили Что дескать Ну вот На Трампа Накинулись Целые своры Непонятно За что А Хиллари А они говорят А Хиллари Не посадили Значит она Не виновата Ее же не осудили Значит она Не виновата Вот в какое место Засунут они Этот аргумент Себе А мне было бы Любопытно посмотреть Но первое Что она сказала Что Питер Страк Ее любовник Пошел в команду Монафорта Мюллера В расчете на то Что это возможно Закончится импичментом И он получит Повышение по службе То есть он приложит К этому все усилия Но самое это Интересное Заключается в следующем Это к вам Господа Либерасты По поводу Невинности Хиллари Клинтон Бейкер Главный Самый главный Лойер ФБР Настаивал на том Чтобы Хиллари Клинтон Вынесли Обвинение По нарушению законов Акт шпионажа Он так называется И ФБР На самом деле Готовились Вынести Обвинение Хиллари Клинтон Но Встреча Встреча Вилли Билли Шмиле С Лоретой Линч С этой принципиальной Министром Генеральным прокурором А после этого Значит Департамент юстиции Дает команду ФБР Отбой Заткнулись Шаш Все То есть Хиллари Клинтон Нарушила закон За которым Она должна сидеть Долго-долго В тюрьме ФБР В принципе Подготовила Материалы На основании которых Хиллари Клинтон Должны были Предъявить Обвинение Но Поскольку В министерстве юстиции Как собственно Вся администрация Обамы Коррумпирована До мозга костей Они В нарушении Всех законов Всех существующих Правил Дают команду Остановили это дело Я не знаю Чем все это закончится После того Как это стало Достоянием гласности Генеральный прокурор Бар Откроет Расследование Будет ли это Иметь какое-то Продолжение Но во всяком случае Для всех уже Для тех у кого есть Глаза Уши Ясно Что Хиллари Клинтон Преступница Преступница Она приступила Закон Но К сожалению В стране Еще достаточно Людей Которые По сей день Мечтают Чтобы она Стала президентом Ну вот Для тех людей Которые Слышат Вот эти все Разговоры Слова и ситуации Я просто Хочу Ну примерно Привести Вот пример Чтобы вы поняли Что произошло Значит Есть такое понятие Как Уголовное Правонарушение Да Уголовное Правонарушение Которое Влечет за собой Либо срок Либо там В общем Серьезные Последствия И Есть Административное Правонарушение То есть Например Вы едете Без ремней Безопасности Это административное Правонарушение Так вот Представьте себе Что Хиллари Клинтон Несмотря на то Что на нее Хватило материала Обвинить ее В убийстве Правительство В лице Лоретта Линча И ФБР Свело это все К тому Что ей Как бы Дали Поручки И сказали Больше так не делай В следующий раз Одевай ремни безопасности Вот Давайте попробуем Не дождался Ради Слушайте 847-400-5200 Телефон В нашей студии Если у вас На этот счет Есть свои соображения Если вы Что-то по этому поводу Думаете И вообще Хотелось бы услышать Ваше мнение По поводу того Следует Не следует Расследовать До конца Доводить дело Было бы интересно Узнать Ты знаешь Я тебе скажу Меня немножко Вселила надежду Именно Вот тот факт Что сейчас Они взялись За эти колледжи Давай Примем звонок Добрый день Вы в эфире Говорите пожалуйста Слушаем вас Радио Да да Говорите пожалуйста Ну вот я проверил И уши есть И глаза есть Ничего Я по другому поводу Вы понимаете Это не первый раз Вот вы проверили Возьмите газету Вашингтон Таймс С либеральными Взглядами Вы так Обживаете Кто вам подвол И все ваши Сторонники Сторонные слушатели Вам не близки Я не ваш Слушатель Борис Борис У меня к вам вопрос Один Только один вопрос Если вы можете На него ответить Пожалуйста Ответьте Нет Просто повесьте трубку Вы мне скажите Вы проверяли Ваш Рестрейнинг Орлер Звонков сюда Уже закончился Или он еще В действии Я в курсе Зачем эти вопросы Я вам скажу Потому что Если он в действии Борис 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 На низком уровне Ведущий Борис Послушайте меня Если этот Рестрейнинг Ордер Еще действует Я Действительно Приложу Максимум усилий Для того Чтобы вы просто Перестали сюда Звонить Хорошо Это я вам обещаю Честно Поэтому Будьте здоровы Вот Борис Тонконогий Что-то Где-то Проверил И ничего Не нашел Не он не проверил Он уже звонит Третий день Видно Какая-то Пошла Весеннее Обострение Весеннее Да Потому что От него Долго не было слышно Вот вдруг Наконец-то Весна Так меняет Почки Набухают И Видно Что-то Там происходит В мозгу Но Это окей Обиделся Обиделся Что я не так Сказал Ну ладно Бывает Но Тем не менее Что в меня Действительно Вселяет Надежда Я имею ввиду Именно по отношению К Генеральному прокурору Если он Позволил Завести Расследование Или довести Его до конца В отношении Школ Айвил Экскул Которые Полностью Поддерживаются Демократами Которые Практически Финансируются Демократами Если он Позволил Такой И Там еще И Голливуд Вмешан И так далее То я думаю Что может быть Он действительно Все таки Придет к тому Что Ну да Вроде бы Будем надеяться Будем надеяться Что закон Одинаков Для всех Будем Обязательно Во всяком случае Восстановит Эту справедливость И Так сказать Все будут равны Перед законом Я не представляю Какую То есть Ну справедливость Само Само собой Разумеется Но Смотри Вот Манафорт Флинн Вот Сейчас Это Роджер Стон Да Что Нужно Сделать Для того Чтобы Этих Людей Вернуть В то Состояние В котором Они были До Этого Беспредела Ведь Там еще Кроме Финансовой Составляющей Там кроме Уголовной Составляющей Там же Есть еще Все таки Человеческая Составляющая Флинна Которого Вообще Не за что Человек Который Большую часть Своей жизни Отдал Служению Понимаешь Нашей страны Дослужился До генерала И его Просто Уничтожили Сравнялись С грязью Еще Пытались И еще Угрожали Сына Уничтожить Ты понимаешь Собственно Две причины По которой Вообще Удивительно Как Вот это Либерачье Все время Орет И выходит На телеэкран И начинает Говорить Вы посмотрите Сколько Обвинений Предъявлено Сколько И перечисляю Там 30 Из них Там Российские Какие-то Спецслужбы Основную Часть Составляют Значит Флинт Мэнафорд Пападополос Этот Как его Картер Пейдж Ну Картер Пейдж Ему Даже Обвинение Не Предъявили Хотя С него Якобы Все Началось То есть Людям Предъявили Обвинение Потому Что Их Зажали В угол Флинна Генерала Уничтожили Финансово Мало Мог Позволить Себе Защищаться Потому Что Стоит Хренову Тучу Денег В то В то Время Как Мерзкие Леваки Адвокаты В этой Команде Зарабатывают Миллионы Я имею Ввиду В команде Мюллера Причем Платят Им Из наших Налогов Эти Вынуждены Тратить Свои Деньги Обанкротились Раззорились И он Вынужден Был Признать Вину Хотя Даже Тот Поц Который Его Допрашивал Сказал Что Похоже Он Не Врет Похоже Он Говорит Правду Помнишь После Мерзостная Абсолютно Картина Но Либералов Это Устроить Ну Как Это Трампа Мы Сейчас Трампа Возьмем Ленька Могилевский До сих Пор Ждет Что Будет Банкет По Импичмент Трампа Я Хотел Что Когда Трамп Импичмент Не Объявят Импичмент В смысле Такие же Полоумные Как Ты Сидят В Конгрессе Они Могут Начать Процедуру Импичмент Он Эл Грин Выступает Дважды Уже Заявил О том Что Необходимо Обвинить То есть Таких Полоумных Как Ты Хватает И в Конгрессе В том числе Но Если Ему Не Объявят Импичмент За Связь Якобы Во время Избирательной Компании С Русскими Ты Должен Будешь Сожрать Шляпку В которой Ты Фотографировался Когда Ты Продавал Лимонад Причем На Ютуб Канале Да Во всего Я думаю Это будет Справедливо Так вот Обвинения Были Предъявлены Людям Которых Просто Загнали В ловушку Или Которых Вынудили Признать Обвинение Ничего Общего Не имеющего С целью Расследования Которое Было Объявлено На этом Все Заканчиваются Ты мне скажи Сейчас Будет Роджерстон Вот как Они Собираются С ним Вот После Всего Я тебе Хочу Сказать Что Даже После Того Как Выйдет Доклад Мюллера Из которого Я не думаю Что Одним Предложением Мюллер Скажет Не было Нет Замусловато Оставит Оставит Пространство Для того Чтобы Проститутки На CNN На MSNBC Могли Мусолить Еще Не доказано Это Не значит Что Этого Нет Но Это Все Будет Продолжать Мусолить Но Самое Страшное Последует За Этим Это Когда Надлер Это Шлепок Надлер Они Отправили Письма По-моему 81 Письмо Людям Которые Вынуждены Причем Разного Ранга Разного Калибра Молодежь Которые Зарабатывают 30-40-50 Тысяч И они Вынуждены Будут Обращаться К адвокатам Потому Что Без Этого Нельзя То есть Они Идут По головам Они Уничтожают Людей Так Или Иначе Хоть Чуть Чуть Коснулся Я работал В администрации Трампа Или В избирательной Компании Или В Транзишн Тим Неважно Причем Ты можешь Быть Волонтером Вот Что Самое Интересное Это Не значит Что Ты должен Был Получать Деньги Какой Будь Пацан Который Учится В Колледже На Какой Будь Полэрик Сайенс Пошел Работать Волонтером Вот В Эту Организацию Креспубликанцам И все Его Зацепили И его Сейчас Будут Уничтожать Надлер Я не знаю Как назвать Таких Людей Как Шиф Как Надлер Я не знаю Ради Своих Политических Целей Готовы Уничтожить Кого Угодно В Буквальном Смысле Молодых Людей У которых Огромные Перспективы Которые Учились Потратили Деньги У которых Есть Какая-то Перспектива Работы Они Их Уничтожают Только За то Что Они Посмели Прикоснуться К республиканской Партии К избирательной Компании Или к администрации Трампа А ты мне Объясни Как они Могли И при этом Леворадикальное Отребье Буквально Обвиняют Правых В тоталитаризме Обвиняют Трампа В тоталитаризме Объясни Такую вещь Они Послали Семидесяти Девяти Людям Восемьдесят Одно Письмо Это Как Я Не понимаю Я Не знаю Давай попробуем Принять звонок Добрый день Вы в эфире Добрый день Сергей Вот вы Часто Поминаете Такой вот Штинк Есть Леника Могилевский Как бы хотелось Если он Слышит Чтобы он Позвонил В прямой эфир И Поаргументировал С вами Вот Очень было бы Интересно Послушать Этого человека Спасибо Поверьте нам И я И Сережа Мы аргументировали С этим Молодым Человеком На нескольких Форумах И поверьте мне Слушать Абсолютно Нечего Нет Если бы человек Мог что-то Сказать Внятное Какую-то Мысль Изложить Какой-то Аргумент Нет Человек Просто Пропитан Ненавистью Не только К Трампу А вообще Ко всему Что связано С правым крылом Политического Спектра Он пропитан Ненавистью Для него Это почему-то Я не знаю Почему это у него Вызывает Такую реакцию Человек Который мечтает О светлом будущем Как в СССР Вот Если бы это было так Он бы был счастлив А то что происходит Здесь Ну это никуда не годится Это буржу Капитализм Это нет Это не его Поэтому Я не думаю Что это интересно Слушать Это абсолютно Неинтересно У нас Подошло время Очевидно Да Остановиться на рекламную паузу На коротенькую Давайте наверное Оставайтесь с нами Так и поступим Буквально через несколько минут Мы вернемся Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 И по поводу возмущения Да Слушай У меня есть Быстренький вопрос Это я просто сейчас послушал рекламу Ты мне скажи Вот сейчас рекламируется Маэстро Ланч и так далее Вы же были Да там на открытии На первом ланче Ой Что скажешь Шикарно 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 Я вообще так рад Что я вам с нами Теперь открылся Снова открылся Есть смысл Маэстро Да Значит надо будет Пойти попробовать Потому что я слышу 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 Просто как-то Времени не было Но я знаю Что я там был Анатолий Лили Прайд с вами согласна А вот зацепен Хамп слушать невозможно На радио ему делать нечего Лили Прайд Нева Трампер Я понимаю Что бы я ни сказал Вам это Как кость в горле И почему я называю вас Либерастами А не либералами Потому что Потому что Либерасты Не в Африке либерасты А либерал Вы понимаете Вы просто украли Это название Вы к либерализму Не имеете Ни малейшего отношения Единственный либерал Возможно Из известных Которых я знаю Остался Это Дершавиц Профессор Дершавиц Кто истинный либерал А вы либерасты Вы тоталитарные либерасты Которые просто повесили на себя Ирлык либералов Вы к либерализму Не имеете никакого отношения Я не думаю Вы как представитель Леворадикального отребья Являетесь злейшим врагом Либерала Либерализма В его истинном понимании Вот Они не понимают этого Вот это Я могу с тобой поспорить Люди Которые себя вот так ведут Это люди Которые просто Они не понимают Что такое либерализм Это первое Они не понимают Что из себя представляют Либералы Почему Потому что Очень многие Которые сюда приехали Уже где-то Вот 90-е годы Фактически Они Не поняли То Что такое либералы Что такое Демократическая партия Как это работало Когда-то Как могли Два Президент Допустим Клинтон И как мог Спикер палаты Ньют Генрич Вот как они могли Что-то делать Бипартизм Они не понимают этого Почему? Потому что Все что происходит сейчас Это чистое разделение На Либерастов С одной стороны И на людей Которые пытаются Как-то Эту Америку Все-таки Удержать В том русле В котором она была Там 20-30-50 лет назад Вот и все Лилия Прайд опять обиделась Как вы Какое вы имеете право Меня оскорбляю Да я вас не оскорбляю Ну Это Я просто помню Несколько ваших комментариев По поводу Наших программ Я же не воспринимаю Это как оскорбление Я воспринимаю Это как то Что вы не понимаете Вообще то О чем идет речь Еще раз повторю Вы не понимаете Что такое либерализм У вас малейшего представления Об этом нет Все что Все чем вы руководствуетесь Это ненавистью К президенту Трампу Все И дальше А дальше шо Дальше вы не хотите Ничего знать Ничего видеть Понимать Читать Хоть что-нибудь У меня вопрос Вот смотри Я недавно разговаривал Я не буду называть имен Но я разговаривал Со своим Аккаунт Да Я его знаю Уже лет 18 Он мне сам сказал Вот мы с ним Зашел разговор Я там делал текст И он мне сам сказал Послушай Я считаю себя Либералом Демократом Не социалистом Либералом Демократом И я этого Человека знаю Лет Ну Лет 40 Я тебе сразу могу сказать Либерал и демократ Сегодняшний демократ И вообще либерал Это понятие Взаимоисключающее Потому что демократ Сегодняшний демократ Конечно Это человек Который склонен К тоталитаризму Абсолютно Не склонен Это и есть Чистое выражение Тоталитаризма Тоталитаризма Давай у нас есть звонки Очевидно Меня сейчас Осудят Да говорите пожалуйста Суду общественности Да пожалуйста Извините господа Да За мой Может быть Вопрос Я бы хотел Если вы что-то знали Читали О наших внутренних Иринойских делах Что происходит В Чикаго С этими выборами Кто входит Сейчас скажем Абсолютно Без проблем Сейчас скажем Спасибо большое Пожалуйста В Чикаго Происходит такая ситуация Прежде чем ты скажешь В Чикаго Пока я не забыл Рам Рам Эммануэль Который уходит Признался Что это он Сказал Биллу Клинтону Чтобы он Не освобождал Поларда Он признался То есть это как бы Его рук дело Ну вот Селф хейт джу Да 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 Насчет Чикаго Я вам скажу Сейчас пока Немножко небольшое Затишье Почему Потому что 2 апреля Будут Вот эти вот Вторая Второй раунд Или как они Называют Run of Elections В которых Участвуют 2 женщины Которые Это Лайтфуд И Я ее называю Крэг Уинкл Но она Вообще Прэг Уинкл Значит Знаю я Об этом Будем говорить Так Сейчас Все что происходит Это Вот те Которые Пытались Номинировать Себя На Постмэра Чикаго Сейчас Они Раздают Свои голоса И В основном Все голоса Которые Они Раздают Они Отдают Именно Лори Лайтфуд Почему Потому что Она Действительно Это Единственная Единственный Человек Вообще В аппарате Штатовского Правительства Ну вы Знаете Да Что Она Была Она Генеральный Прокурор Вернее Она Была Не Генеральный Прокурор Она Была Забыл Ее Должность Ну в общем Она Была Одним Из По моему Диск Татарни Что-то В этом Роде То есть Это Человек Который В принципе По своему Трек Рекорд Это Единственный Человек Который Не Замешан Ни В Каких Идиотских Коррупционных И Каких-то Непонятных Решениях Так как Это Сделала Это Тони Прэд Винкл Которая Подняла Налоги На Сладкие Напитки Которая Пыталась Заполнить Казну И так Далее Поэтому Подождем Второго Подождем Второго Да Мы В апреле Мы узнаем Кто все-таки Будет Мэром Чикаго Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый Добрый День Добрый У меня Есть Вопрос Могу ли Я его Задать Пожалуйста Конечно Значит Я полностью Солидаризуюсь С позицией Вашего Радио По поводу Демократов И Политики Спасибо За вашу Передачу Меня Интересует Только Вопрос Относительно Позиции Евреев Конгрессменов Таких Как Надлер Таких Как Шиев И целой Кучи Других Как Они Относятся К К Теперьшней Позиции Демократической Партии Относительно Антисемитизма Отвечаю Коротко И ясно Сразу Вот просто Одним Предложением Никак Не относятся Судя по Их Решению Отвергнуть Резолюцию Об Осуждении Антисемитизма В Соединенных Штатах Вот все Вот это У меня тогда Такой вопрос Могли ли Республиканцы Отказаться От голосования По этому вопросу Если Если это вообще Сама по себе Резолюция Ну Ненормальная Да Это Нонбайдинг Резолюшн Отказались 23 Республиканца Вообще Только Да Ну Это те Которые Отказались Голосовать Вообще Я полагаю Что так Могла бы Сделать Вся Сидима Я с вами согласен Наверное так и следовало Поступить Республиканцам Всем Поголосовать Просим Но там Как бы Такая ловушка Была сделана Ах Вы значит Против Выступаете Антисемитизм Значит Вы значит Выступаете Нет Вы Вы не Выступаете Против Антисемитизма Вы не Голосуете За то Что мы Осудили Антисемитизм Вы не Голосуете За то Что мы Осудили Расизм И так далее И так далее У кого то Не хватило Гац Взять И сказать Знаете Что Это все Биэс Вы понимаете Если бы они Разделили Вот эти Резолюцию На две части Если бы они Сказали Давайте Проголосуем Сначала За антисемитизм Сделали Голосование А потом Давайте еще Выпишем Резолюцию По поводу Того Что мы Так же Против Антимусульманство Анти Там Христианство Анти И так далее Вот тогда Может быть Больше Республиканцев Проголосовало Против Антисемитизма Но так как Демократы Не дураки Они это Быстренько Все обработали Они поставили Людей на вилку Если ты Голосуешь так Значит Ты такой Если ты голосуешь Если ты не голосуешь Значит Ты плохой Вот и все Чистая вилка Спасибо за ваш ответ Спасибо вам За вашу позицию Будьте здоровы И вы взаимно Будьте здоровы Спасибо Спасибо 847-4005-200 Телефон нашей студии Вот еще информация Репорт Нелегальные иммигранты Получают Медикейт Который обходится Налогоплательщиком В 18,5 миллиардов долларов В год Это те самые нелегалы Которые нам ничего не стоят Которые приносят Пользу нашей экономике И всем нам Это те нелегалы Которые некоторые экономисты С высшим образованием Усиленным Нас нам пытаются доказать То, что нам это ничего не стоит И вообще мы ничего не понимаем В этом вопросе Поэтому Ну Что ж поделаешь Еще тут Избирательную компанию Суперпэк Или пэк Джеба Буша Федеральная Избирательная комиссия Оштрафовала на 350 По-моему Тысяч За то, что Они получили Нелегально Деньги От какой-то Китайской компании Пожалуйста В эфире Говорите пожалуйста Алло Слушаем вас Алло Вас не слышно Перезвоните И еще Аль-Чапа Вы знаете Суд проходил Да Самый Такой крутой Наркобарон Гузман Значит Он Сказал Он не Гузман Он Гузман Потому что Гузман Это другой Нет Тот Гузман Это Гузман Окей Так вот Белая пушистая Хилари Клинтон Получила от него В свой фонд Ну вместе с Биллом Конечно 15 миллионов долларов Кстати Ух Молодец Ты вспомнил Расскажи мне пожалуйста Разницу Если сможешь Между тем Что Комитет По надзору Старается Расследовать Фонд Трампа Ага И Всех Кто имеет К нему отношение То есть Детей Семью И так далее И тем не менее Мы ничего не слышим О Челси Клинтон Который там Наполучался Этих денег Я прошу прощения Я понимаю Что я неправильно выразился Но это чисто Крик души Получили Миллиарды денег Фонд Клинтонов В общей сложности Если мне память не изменяет Собрал 2 миллиарда долларов денег Вот объясни мне И то есть Это расследовать Мы не будем Нет не будем А кто же будет Это расследовать Свои друзья Это не же Из этого фонда Финансировали Там и избирательную Компанию Подкупали Подкупали Этих Шифы Надлеры И прочие Кормились Из этого фонда Как же они будут Это расследовать Это тот фонд Куда Саудовская Аравия Положила Чертую тучу денег А теперь Когда Трамп Попытался с ними Наладить отношения Теперь демократы Его обвиняют В том Что он Недостаточно Жестко Относится К Саудовской Аравии Совершенно верно Это так Примерно Не только Комитеты Конгресса Возглавляемые Демократами Занимаются Расследованием Всего и вся Вплоть до того Что Я не знаю Будут ли они Расследовать Период Пребывания Трампа В детском саду Может он там Что нибудь Будут Если придется Не только они Вот эти Комитеты Конгресса Занимаются Но и вновь Избранный Генеральный прокурор Нью-Йорка Генеральная Прокурорша Нью-Йорка Афроамериканка Заявил о том Что они Начинают Расследование Всей деятельности Всего Что так или иначе Связано с Трампом Ну Слушай Пацанка сказала Пацанка сделала Она об этом говорила Еще до того Когда ее выбирали Конечно Вот и все Это говорит о том Что в Нью-Йорке Похоже Вообще Клинический Слово Мало того Что там живет Хреново туча Нелегалов Ну да Но и еще Какой-то особый То ли там Воздух особый Вот в Нью-Йорке В Калифорнии Я могу Я не могу Понять одну вещь Вот насчет Нью-Йорка Значит Вот выбрали Александра Кассио Кортес Значит Это же кто-то Должен был Чесать свою репу Стоя возле Вот этой урны Да Стоять Чесать репу И думать Да Наверное Надо за нее Проголосовать Вот Объясни мне Это как Ты читал эту историю Как вообще она попала Как ее выдвигали То есть Некая организация Justice for democracy По-моему Как так называется Возглавляемая Этим индусом Который Со временем Работал на Берни Сэндерса Да Да И они проводили Кастинг То есть Они проводили Отбор актеров Который бы мог сыграть Роль Конгрессмена Ну То есть Чтобы эту фигуру Выставить на выборы И вот эта 29-летняя Такая шустрая Такая зажигательная С черными глазами С улыбкой Такая сумасшедшая энергетика Она прошла этот кастинг И потом ее выдрессировали Ну Да Дрессировали Что она должна говорить И так далее И она Удивительные вещи Я не знаю Ты слышал это или нет Я вот Клянусь Это Я нигде это не услышал Это вот Мое такое Суровое умозаключение Если бы ее не было Демократом Я имею в виду В натуре Если бы ее не было Демократы бы должны были Придумать Вот такую фигуру Вот такие Челюсти Так они ее и придумали Ты понимаешь И я честно скажу Это же фейк выдуман Окей У нас вопрос из Нью-Йорка Ой из Нью-Йорка Из Израиля Да Какие отношения у русских евреев С американскими евреями Спасибо Вопрос из Израиля Это обширный вопрос Это целая передача Давай примем звонок Да Чтобы передать Добрый день Добрый день Добрый день Да Второй раз хочу вам назвать фамилию Новозеландского ученого Кэрри Болтона По поводу люберастов У него собран огромный материал Медицины Психотерапевтов Со многих стран Так Которые расследовали деятельность Левого движения Начиная с Франции Россия И кончая Да 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 Я помню Вы звонили уже с этим Окьюпай Уолл-стрит Да 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 И вот эта их нервическая Их не истеричность Очень хорошо описана врачами Если бы вы это дело прочли бы У вас бы более красочно было бы Объяснение по люберастам Ну я вам скажу Я могу красочнее выразиться Спасибо Другой разговор Что меня как-то рамки Вот радио сигнала Все-таки опязывают Потому что Хорошо Возвращаясь к вопросу Наших слушателей Нашего слушателя Как относятся Русские к американским Американские евреи Это тоже не монолит Ну понятно Что более 70% Это люди Которые голосуют За демократическую партию Это люди Которые В большинстве Не все В большинстве своем Пытаются Забыть о своем еврействе Пытаются Как бы Раствориться в толпе Есть разные группы Там С ними Нормальные отношения У нас с ними Политические взгляды Абсолютно разные И порой вызывают У меня недоумение Потому что они Поддерживают партию Которая ненавидит Государство В котором вы живете Они делают все Чтобы навредить Этому государству И президент Которого они избрали Предыдущий президент Делал все Чтобы навредить Этому государству Среди американских евреев Процентов 25 Наверное Евреев Которые Следуют строго Консервативным Придерживаются Консервативных взглядов И безусловно Поддерживают Государство Израиль Конечно Безусловно Среди тех Кто поддерживает Демократов Встречаются Отдельные экземпляры Которые действительно Как бы поддерживают Государство Израиль И готовы все сделать Но тут получается Какое-то такое Развращение личности С одной стороны Человек Безусловно поддерживает Государство Израиль С другой стороны Человек поддерживает Партию Которая Которая Ненавидит Это государство Ненавидит А наоборот Целуется в засос С врагами Этого государства Скажем Президент Этой партии Возглавляемый Эту партию Там Засылает Кучу денег В том числе Кеш Почти 2 миллиарда Долларов Кешью В Иран Который Грозится Стереть с лица Земли Государство Израиль Который финансирует Хамас И прочие Организации То есть Ну как-то так Я думаю Что среди Русскоговорящих Евреев Намного Больше Процент Которые Дружелюбно Относятся Государству Израиль По одной простой Причине У нас там слишком Много родственников Значительно больше И поэтому Мы как-то Ближе Теплее К этому Относимся А Американцы Ну их не понять Честно Давай попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Господа Быстро Значит Интересно Я слушал Все о новости Кортес Которую Стала Теперь Конгресс За нее Проголосовало В ее округе 11% Голосующих О том Чем вы всегда Говорите И только вы Что нужно Ходить на голосование Если 11% Идет на голосование То есть Даже Не четверть А 11% Вот мы Имеем такого Урода В конгрессе Как она Понимаете А теперь В двух словах Насчет Американских Евреев Действительно Это очень Это Это Вот Если мы Будем Брать Реформист Это Прочтить 99% Это Про Это Демократические Это Один Маленький Пример Когда Открывали Посольство В Иерусалиме Один Из самых Величай Ни Одного Демократа Ни Конгрессмена Евреи Я имею ввиду Ни конгрессмена Ни сенатора Нет присутствовало Ни Одного Мало того Они очень громко Они очень громко Выступали Против этого Запугивая Нас Что вот В ответ на это Начнется Интифада И так далее И так далее То есть Искали любой повод Чтобы Как бы Снимелировать Вот это Грандиозное событие Причем А вы же помните Нашего Этого Я сейчас вспоминаю Чаковский Как она Сказана Моей крови Вы представляете Себе Да Это более Цинизма Отсышать От Циничной Женщины Ну В общем Вот это Вот Но это Ортодоксальные Евреи Практически Больше 95% Это Репабликан И это Поддерживающие Нашего президента Спасибо 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 Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Продолжение Сказанного Вот Картес Вы сказали Что кому пришло В голову Почесав Репу Свою Поголосовали За Картес Дело в том Что на сегодняшний день У нас в Нью-Йорке Если даже Сам Бен Латтен Или же Адольф Гитлер От демократической Партии Выдвинут Свою кондитору Они легко Победят Сейчас Они даже Не саморассматривают К сожалению Чтобы выдвинули И все Вы из Нью-Йорка Скажите пожалуйста Очень быстренько Мы почти закончили В Бронксе Живет же достаточно Евреев Правильно Которые могли Проголосовать Не голосовали бы За Картес Они могли Но Дело в том Что Партийное единство Не позволяет Им Мысли Как бы Свободно Они должны Подчиняться Партии Я понял Спасибо огромное Спасибо большое Спасибо По моему Картес Все таки Блотировалось Квинси Если не ошибаюсь Квинси Кто Да Избир Бронкса Это Надлер Там Ну Квинси Там Там Просто Одни Евреи На евреях Кто ее выбрал Скажи мне Ну Один из процентов Который не входит В число Тех Как ты Перечислил Спасибо Друзья Огромное Спасибо Всем Кто Слушает Всем привет Всем в Израиле Будьте здоровы Мы с вами